Азербайджанская общественность обратилась к президенту России Владимиру Путину в связи с убийством 19-летнего азербайджанца Викила Абдуллаева. Он получил пулевое ранение головы 28 мая и через два дня скончался. Выстрел произвел сотрудник полиции Александр Гусев. Сотрудника ДПС освободили из-под стражи. Общественность Азербайджана глубоко возмущена этим фактом. Более 50 азербайджанских политиков, правозащитников и журналистов в открытом письме президенту России Владимиру Путину раскритиковали освобождение из-под стражи инспектора ДПС Александра Гусева, который под Новосибирском при попытке задержания застрелил 19-летнего азербайджанца Викила Абдуллаева. Среди подписавших это обращение наша коллега, политический обозреватель СБС Анастасия Лаврин. Анастасия, добрый вечер. Добрый вечер. Вы подписали это обращение в том числе и в качестве зампредседателя русской общины Азербайджана. Скажите, в чем цель и как вы думаете, удастся ли привлечь внимание главы России в связи с этим резонансным делом? Вы сами отметили, более 50 человек, а если быть точнее, 52 человека, в частности, подписали это важное обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Мы действительно хотим, чтобы в высших кругах российской власти было рассмотрено это обращение. Мы считаем это вопиющим фактом, что из-под стражи освобождается человек, который, в частности, на камерах это активно и хорошо просматривается, виновен в убийстве 19-летнего азербайджанца. Возможно, это было непредумышленное убийство, разумеется, но в то же время все кадры показывают, что действительно это было вопиющим фактором, потому что 19-летний азербайджанец был безоружен, в первую очередь, это важно отметить. Он был безоружен, и даже если он убегал, если он какое-то сопротивление оказывал, все-таки сотрудник полиции, они, во-первых, обладают какими-то навыками задержания, у них есть, ну, или дубинки, или какие-то средства для того, чтобы каким-то образом, допустим, утихомирить человека, если он не подчиняется, но ни в коем случае не доставать оружие и не направлять его на беззащитного человека. В крайнем случае, если бы этот выстрел был произведен, скажем, в ногу, еще он мог бы как-то сказать, что случайно я достал пистолет, случайно был произведен выстрел. При попытке бег, что сказать. Да, допустим, а здесь именно выстрел был произведен чуть ли не намеренно в голову, и после чего человек практически скончался моментально. Если сейчас не будут предприняты все необходимые шаги, чтобы предотвратить подобное происхождение в будущем, то это может продемонстрировать безнаказанность, в свою очередь, и спровоцировать возникновение вот такой бреши, в том числе и в законодательной части пунктов Уголовного кодекса Российской Федерации, чего невозможно допустить. Как будут развиваться там в дальнейшем события, азербайджанская общественность за этим активно наблюдает. И мы очень надеемся, что Россия расценивает отношения с Азербайджаном на самом высшем уровне, так как практически везде отмечается на высших кругах, что Азербайджан и Россия являются близкими партнерами. В последние месяцы эти отношения развиваются еще больше по нарастающей. И, соответственно, мы хотели бы, чтобы в таких случаях справедливо оценивались все события того или иного происшествия, и была дана официальная правовая оценка. Ну а человек, который в этом виновен, предумышленно это было, намеренно это было, или из каких-то других соображений, этнические нормы, может быть, здесь какие-то присутствовали, то это обязательно необходимо расследовать. И, разумеется, человек, повинный в этом, он должен находиться под стражей, на наш взгляд. То есть основная цель и привлечение внимания к этому трагическому инциденту в том, чтобы вот эта вседозволенность, если она произойдет, то есть чтобы это не было экстраполировано на другие какие-то случаи, поскольку, насколько я помню, полиция пыталась остановить эту машину из-за тонировки стекол. То есть это были не преступники, чтобы такое превышение полномочий не становилось систематическим. То есть это не только вопрос, насколько я понимаю, нашей диаспоры, Азербайджана, поскольку погиб молодой азербайджанец, но это важно и для самой России, поскольку это может быть плохим прецедентом. Абсолютно. Вы один момент уже затронули. Мы, в частности, хотим, чтобы по справедливости рассматривалась эта ситуация, вне зависимости от того, является ли человек этническим азербайджанцем, лизгином, евреем, американцем, европейцем, русским и так далее. Закон есть закон, и он равносилен для каждого человека. И, соответственно, здесь не должно быть проявлено никаких предвзятостей. А то, что происходит на сегодняшний день, это именно позволяет провоцировать ситуацию, когда возникают мысли, что, возможно, здесь как раз-таки что-то связано именно с этнической принадлежностью этого человека. А это, в свою очередь, может спровоцировать последующее возникновение специальной такой идеологии, которая больше пропагандирует нетерпимость и ксенофобию, в том числе в российском обществе. Это может привести к каким-то очень плохим негативным последствиям, учитывая, что есть силы, которые всегда пытаются сыграть на вот этих вот межэтнических, межнациональных вопросах. Их очень много, которые пытаются использовать. Это и для русской общины Азербайджана, которая очень широко представлена у нас здесь, 120 тысяч человек, это самая большая община на Южном Кавказе. Для нас очень важно, чтобы та терпимость и толерантность, которая присутствует здесь в азербайджанском обществе, чтобы в таком же объеме эта терпимость была представлена и в отношении азербайджанцев, этнических азербайджанцев, или граждан Азербайджана, которые проживают или находятся на территории Российской Федерации. И в то же время в этом обращении мы отметили, что мы абсолютно возмущены обращением члена Общественной палаты Российской Федерации, в том числе кандидата в депутаты Госдумы, Марии Бутиной, которая даже каким-то образом поощряет подобного рода действия, говоря, что его необходимо представить к награде, так как он все-таки защищал закон. Как можно защищать закон? Тем более, если, скажем, подобные случаи происходят где-то в странах Европы или в Соединенных Штатах Америки. Мы сами читали заявление, когда в российской прессе эти действия очень осуждаются, очень критикуются. То, что происходило с Джорданом Флойдом, скажем, в Соединенных Штатах Америки. Это широко также обсуждалось в российской прессе и критиковались действия полиции. Ну а теперь получается, что человек остается безнаказанным. А в чем отличие, в частности? Задержание вы правильно отметили. Там был не такой уж важный повод при задержании. Это просто наличие специальной тонировки стекол. То есть это не сказать, что преступник какой-то или убегал от следствия, или же пытался скрыться. Да, это были какие-то моменты. Это больше хулиганство. Но можно было как-то постараться задержать. Или даже если человек убежал, столько камер, столько приспособлений, чтобы этого человека можно было после обнаружить. То есть спровоцировать любой формат задержания в дальнейшем, но ни в коем случае не применять оружие и не убивать невинного гражданина. И после этого еще спокойной душой выходить из-под следствия и ждать суда, может быть, дома, где-то отдыхать. И как уже... У нас уже просто возникает вопрос, а как же все-таки, насколько справедливо пройдет этот суд. И на самом деле человек понесет должное наказание уже после этого. А это, как вы правильно отметили, может действительно привести к возникновению поощрения такой безнаказанности. Если завтра, не дай бог, конечно же, повторится подобный случай где-либо еще, то человек может привести уже вот этот момент, отмечая, что раз вы отпустили того человека, а почему бы другого виновного, повинного в таких же действиях, вы теперь не можете отпустить. И в этом обращении еще хочу подчеркнуть, и вот как раз-таки важный момент, мне кажется, был отмечен, что та толерантность, которая существует в азербайджанском обществе, ведь если с российской стороны, в частности, в этом случае будет проявлено предвзятое отношение, что может произойти дальше с вот этой толерантностью, в том числе и здесь у нас, то есть как это дальше будет развиваться, как конкретно Азербайджану стоит в дальнейшем реагировать на подобного рода действия, если они будут происходить, в том числе и на территории Азербайджанской республики. Спасибо, Анастасия. Мы будем следить, естественно, за развитием событий. В гостях студии CBC, студии новостей была Анастасия Лаврин, наш политический обозреватель.